Друзья, сейчас я вам расскажу о такой философии, которая называется Кайдзен. Ее используют японцы и в таких серьезных крупных компаниях, как Тойота. То есть смысл вот этой философии заключается в том, чтобы маленькими шажками двигаться большим целям. Но я сейчас с вами поговорю по-нашему, по-русскому на эту тему. Что это значит? Друзья, если мы хотим себя развивать лично, не какое-то там производство и большое предприятие, а предприятие собственной личности, вот этот завод, который называется Тело, Душа и Дух, как мы хотим развить, то действительно мы должны развивать себе такое качество, которое называется самооценка. Насколько мы себя оцениваем? Так вот, самооценка – это то, как раз, что говорится в философии Кайдзен. Не когда мы делаем какой-то сильный, большой, мощный рывок и что-то, чего-то достигли, а потом иссякли, и у нас ничего, дальше нет никакого роста, а все выстраивается по кирпичикам. Так вот, нашу самооценку мы тоже должны выстраивать по кирпичикам. Что такое самооценка? Это быть, а не казаться, то есть надо быть настоящим, то есть нужно знать, действительно на что ты способен, чтобы быть уверенным в своих возможностях. Итак, допустим, вы хотите поднять свою самооценку в качестве того, что вы должны быть сильный, уверенный, смелый человек. Для этого, например, можно ходить в спортивный зал. Вы приходите в спортивный зал и начинаете работать. И работаете таким образом, чтобы сегодня стать чуть-чуть лучше, чем вчера, а завтра стать чуть-чуть лучше, чем сегодня. И вы смотритесь каждый раз в зеркало, смотрите на рельеф своих мышц, как вы прокачиваете себя, как вы работаете, и результат вашей работы виден вами самими. И, возможно, даже виден не только вами, но и другими людьми со стороны, которые говорят, ну, смотрите, парень-то работает над собой, и у него все лучше и лучше получается. Поэтому самооценка выстраивается не только на том, что вы сами о себе знаете, но и что и другие говорят, потому что люди, когда говорят со стороны, это оценка со стороны, которую лучше видно. И поэтому мы прислушаемся и к людям со стороны, что они могут о вас думать и говорить, ну и, конечно, еще вы знаете то, на что вы сами способны. Итак, повысить самооценку быстро-быстро. Это купить мотоцикл, это одеть кожаную куртку, это вставить кольцо себе в ухо, это, возможно, сделать себе какую-нибудь там татуировку и все такое, но как ты ничего не умел, ты до сих пор ничего и не умеешь. Ты просто думал, что ты стал крутой. Но самооценка повышается по чуть-чуть, то есть кропотливым трудом над собой. Сегодня у тебя был шажим штанги 65 килограмм, завтра или там через неделю у тебя 70 килограмм. Потом проходит какой-то месяц или два, уже 80 килограмм, стошечка и уже дальше больше. Ты можешь говорить, да, действительно, я сам знаю, на что я способен. Зеркало тому доказательство, люди тоже это видят. И мы повышаем свою самооценку, например, с этой точки зрения. Свою самооценку можно повышать во всех сферах жизнедеятельности. Я просто привел пример спортивного зала. Вы можете повышать свою самооценку в том, в чем вы хотите. Например, в искусстве, например, в своих знаниях, допустим, в философии или психологии, например, в боевых искусствах, например, в своей профессиональной какой-то деятельности. Вы можете повысить свою самооценку даже разносторонне, развивая себя не только в каком-то конкретном направлении, как специалист, но и разносторонне относясь творчески к процессу нашей жизни. Поэтому, конечно, повышаем свою самооценку, делаем себя лучше. Наш завод, нашу Тойоту, которую мы делаем по кирпичикам по чуть-чуть. Поэтому я вам скажу так, еще одну очень важную мысль. Все великое, все большое – это дело Бога. Не забудьте. А наше дело маленькое. Какое маленькое? Это вовремя просыпаться, никого не обижать, сохранять режим просто дня, никуда не опаздывать, вести себя по совести. И вот эти все по чуть-чуть, по чуть-чуть, дает нам возможность быть достойным того, чего мы действительно можем. И теперь, друзья мои, я вам предлагаю свои маленькие кирпичики, которые тоже вы можете вложить в себя, в свой завод, в свою Тойоту, чтобы себя развить. Это наш проект «Интеграция». В этом проекте уже больше сотни человек. В этом проекте собираются люди, которых объединяют, что? Боевое искусство и звор, боевое мышление – это то, что мы себя развиваем творчески. Люди помогают друг другу, люди участвуют совместно в наших мероприятиях, в онлайн-мероприятиях, в оффлайн-мероприятиях. Мы помогаем друг другу, мы проводим прямые эфиры, мы делаем так, что люди делятся своими какими-то возможностями, и мы таким образом дружим, дружим по-настоящему. Пожалуйста, наш проект «Интеграция» для того, чтобы мы смогли сделать себя лучше, чем сегодня. Делаем себя лучшей версией себя с того момента, в котором мы сейчас находимся. Проект «Интеграция». «Интеграция». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова